Новости дня в студии Екатерина Чехомирова. Здравствуйте. Нет тотальной запрета ограничения импорта. Из российских больниц исчезнут препараты иностранных производителей, но станет больше отечественных лекарств. Сегодня три четверти медикаментов в госзакупках импортные. Как будет жить медицина по новым правилам и почему государство пошло на такой шаг, знает моя коллега Наталья Цопина. Наталья, добрый день. Вы в прямом эфире. Добрый день, Екатерина. Действительно, соответствующее постановление правительства России вступило в законную силу. Но это не значит, что импортных лекарств в стране станет меньше. В аптеках, к примеру, все останется по-прежнему. Ну а в больницах при выборе жизненно необходимых и важных препаратов предпочтение будет отдаваться лекарствам отечественного производства. Во время государственных закупок, если у импортного лекарства есть хотя бы два российских аналога, то предпочтение будет отдаваться отечественным производителям. На сегодня из 600 наименований списка жизненно важных препаратов в России производится меньше половины. Но уже к 2018 году, согласно указу президента, 90% всех препаратов из списка жизненно важных должны производиться в нашей стране. Так что новые правила должны поддержать отечественного производителя лекарств, а также стимулировать локализацию иностранных производств в России. То есть переносить производство в нашу страну и инвестировать их. Ну а более подробно я расскажу в вечерних выпусках новостей в 18.00 и в 20.30. Екатерина. Спасибо, Наталья Цопина, об импортозамещении препаратов в медицинских учреждениях страны. Жизнь без энергетиков. Новосибирской области вступил в силу запрет на продажу так называемых стимулирующих напитков. До всех ли торговцев довели информацию о том, что отныне нельзя выставлять на прилавки магазинов, а уж тем более чем торговать из-под прилавка, узнал Алексей Кузьмин. Запрет действует уже три дня, но в магазинах и не думали убирать с полок алкогольные энергетики. В каждом втором можно найти коктейли. Эксперты считают, что должно пройти еще некоторое время, чтобы надзорные органы смогли наказать продавцов по букве нового закона. В пищевой лаборатории содержимое разноцветных баночек исследовали неоднократно. Здесь уверены, на молодой организм эти вещества действуют губительно. Очень серьезный, страшный удар по пищеварительной системе, раздражая, сжигая слизистую. По нервной системе, разрушая ее, по нейроэндокринной системе, нарушая работу желез внутренней секреции, подрывая состояние здоровья сердечно-сосудистой системы, что является прямым путем к инфарктам. Поэтому, безусловно, такие напитки не должны быть в рационе обычного, нормального, здорового, тем более больного человека. 80% состава – мощные синтетические стимуляторы. В сочетании с алкоголем – убойный коктейль для сердца и печени. Запрет на продажу энергетиков действует во многих регионах страны, сейчас и в Новосибирской области. Но на федеральном уровне такого закона нет. О том, как исполняется решение региональных властей, подробнее мы расскажем уже в вечерних выпусках новостей. Алексей Кузьмин, Алексей Баженов, Новости ОТС. Вы смотрите Новости дня на канале ОТС. Сейчас о событиях, которые обсуждают крупнейшие печатные и интернет-издания. Коммерсант открывается статьей под заголовком «Пройдемте на процедуры». Минздрав планирует приставить страхового поверенного к каждому пациенту. И установить административную ответственность при нарушении порядка оказания медицинской помощи. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Изменения должны вступить в силу уже в новом году. Менеджер здоровья – именно так будет называться новая должность. Специалист будет оказывать гражданам помощь в выборе врача медицинского учреждения. Кроме того, отвечать за исполнение и планирование медицинских профилактических мероприятий, включая диспансеризацию. Поверенный обязан будет также знать, к какой группе здоровья относятся его застрахованные и через СМС проверять и контролировать посещение учреждений. За 2016 год планируют подготовить около 3,5 тысяч специалистов по этому направлению. Российская газета сообщает, отпуск россиян предлагают увеличить, а праздничных выходных оставить только три – 1 января, 9 мая и 12 июня в День России. Вместо урезанных праздников и новогодних каникул граждане нашей страны смогут получить дополнительный 10-дневный отпуск в любое время и по желанию. Законопроект с таким предложением уже внесли в Государственную Думу. Депутаты уверены, нерабочая первая декада января плохо сказывается на самочувствии россиян и приводит к перееданию и злоупотреблению алкогольными напитками. Илен Тару публикует предупреждение руководителей компании Твиттер об опасности взлома аккаунтов пользователей популярной интернет-сети. Согласно официальному письму, хакеры, возможно, попытаются заполучить номера телефонов, адреса электронной почты и IP-адреса пользователей, считают в компании. По нескольким случаям взломов, от которых уже пострадали аккаунты в Google и Facebook, ведется расследование. Напомню, количество активных пользователей сервиса в мире – 320 миллионов человек, а в общей сложности в Твиттер зарегистрировано больше 26 миллионов пользователей из России. К другим темам. В День Конституции на площади Ленина в Новосибирске собрались десятки горожан. Люди пришли высказать свое несогласие с приговором Виктору Гончару. Напомню, мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы после того, как он попытался спасти своего ребенка и дом от нападения рецидивиста. После потасовки на лестничной клетке нападавший скончался. Подробности этой истории и почему общественники решили встать на защиту осужденного. Николай Сальников. Высказать свое несогласие с решением суда и поддержать Виктора Гончара сегодня на площадь Ленина пришло больше сотни новосибирцев. Здесь и железнодорожники – это непосредственно коллеги Виктора. Здесь просто неравнодушные граждане, которые недовольны строгостью приговора. Более того, сегодня на этом пикете присутствуют люди, которые были лично знакомы с потерпевшим в этой истории Артемом Галкиным. Однако сегодня они пришли поддержать именно Виктора. В руках плакаты о на лицах досада и непонимания. Среди собравшихся – жена осужденного Виктора Гончара. Мне запретили вообще с ним общаться. Областной суд, я ходила в пятницу, да, в пятницу ходила с бумагами, чтобы мне разрешили, нет, в четверг, ходила с бумагами, чтобы мне разрешили с мужем увидеться. А мне вообще запретили, даже не захотели принять мое заявление. Сказали, вам запрещено общаться с супругом. За весь период времени я один раз его только видела, несколько минут через стекла, через решетки. Юлия Пастухова. Когда-то она проживала в одном общежитии со скончавшимся Артемом Галкиным и осужденным Виктором Гончаром. Артем, ну он был далеко не порядочным человеком. Он сам искал свою судьбу и вины вот Виктора в том, что тогда произошла вот эта вот случайность роковая, нет вообще никакой. Он не из тех людей, которые стал бы целенаправленно, в чем его пытаются сейчас обвинить, забивать человека насмерть. На пикет пришли десятки железнодорожников. Коллеги Виктора Гончара помогают семье мужчины. После судебного вердикта они нашли нового адвоката. Нашли хорошего адвоката, скажем так, в городе Омске, представитель. Поэтому он сразу, просмотрев это дело, определил, что он сможет взяться и сможет дать результат. То есть порядка 95% он обещал условный срок, скажем так. В итоге прежний адвокат уже совместно с омским коллегой направили апелляцию в суд. Новое заседание Фемиды состоится 23 декабря. Николай Сальников, Артем Валевич, новости ОТС. Лес рубят, деньги летят. В этом году в три раза возрос ущерб от деятельности браконьеров. В лесном техникуме в Тагучине специалисты начали читать специальные лекции, главная тема которых – уголовная ответственность за незаконную вырубку деревьев. Об уроках природоохранного права подробно Сергей Толмачев. Антон Обухов учится на втором курсе техникума лесного хозяйства. Браконьеров пока не ловил. С законодательством досконально не знаком. Но у него есть свои предложения по наказанию тех, кто без разрешения берется за бензопилу. Почему у нас не сажают за вот эту вырубку? Так как, если бы подумать логически, то нам же можно было, допустим, вместо того, чтобы просто с них штрафы брать, с этих людей, а взять, например, и заставлять же эти деревья садить. А пока деревья сажают лесники, чтобы хоть как-то возместить ущерб от незаконной вырубки. По самым скромным оценкам, за год браконьеры уничтожили лес на 19 миллионов рублей. В три раза больше, чем в прошлом году. Либо ущерб взыскивать, либо заставлять устранить нарушение законодательства в натуре. Но так как при незаконных рубках сам как таковой предмет, сырорастущее дерево, он в понятии законодательства исчезает, это появляется заготовленная древесина, вот, поэтому она у нас подлежит по закону изъятию и рассчитывается соответствующий ущерб. А если факт браконьерства удалось доказать, то возбуждается уголовное дело. В нынешнем году природоохранная прокуратура инициировала шесть уголовных производств. Об этом сегодня тоже рассказали студентам. И второкурсник Антон ушел с лекции более подкованным в правовых вопросах. Сергей Толмачев, Анна Фомина, Михаил Кауров. Новости ОТС. И в завершении выпуска «Коротко о спорте» в Новосибирске провели юбилейную 10-ю гимнастраду. В фестивале самых гибких приняли участие представители художественной и спортивной гимнастики, аэробики, спортивной акробатики, также танцевальных коллективов города. Гимнастрада объединила всех любителей красочных упражнений. Самой младшей участнице 4 года, старшей за 80 лет. Мы не постарались сегодня сделать импровизацию, чтобы как можно ярче показать все направления, чтобы все технические люди прийти сюда, завтра захотели привести к секции абсолютно различных направлений, связанных с гимнастикой своих детей, своих внуков, своих близких. Потому что сегодня самая главная задача, походя к нашим горожанам, что город Новосибирск – это город гимнастический, город олимпийский с большой буквы. На этом все. Других событий в следующем выпуске новостей в 18.30. В 18.00 я с вами прощаюсь до этого часа и желаю хорошего рабочего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова